И призвав двенадцать учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. Двенадцати же апостолов имена Сутии. Первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Яков Зеведеев и Иоанн, брат его, Филим и Варфоломей, Фома и Матфей Мыды, Яков Алфеев и Левей, прозванный Фадеем, Симон Канонит и Иуда Искариот, который и предал Иоанн. Евангелие от Матфея Галилейское море, или Генесарецкое озеро, или Кенерет. Каждый день в половине шестого утра к этой пристани причаливают лодки. Рыбаки, закинув сети ночью, на рассвете возвращаются с уловом. Все точно так же, как и две тысячи лет назад, если не считать одного маленького прибора. Мы ловим рыбу с помощью радара. Он показывает, где в озере идут косяки рыбы. Мы направляемся туда и закидываем сети. У меня в семье все мужчины-рыбаки. Уже несколько поколений. И отец был рыбаком, а теперь мой брат и я. В начале первого века такие же простые рыбаки, будущие апостолы, вдвоем разбирали по утрам свой улов. Это были братья. Младший Андрей и старший Симон. У Петра есть респектабельное еврейское имя Шимон, которое было очень популярно тогда, в частности потому, что оно звучало очень похоже на имя Симонос, или Симон, греческое имя, которое было очень распространено. Большинство евреев в то время не имели фамилий. Так что полное имя Симона было Симон-бар-Иона, то есть сын Ионин, Ионыч. Он родился в Вифсаиде, там, где река Иордан впадала в Галилейское озеро. Это улицы города Вифсаиды. Именно здесь, согласно Евангелию, родились апостолы Петр, Андрей и Филипп. Здесь нашли разные приспособления для рыбной ловли. Все, чем пользовались рыбаки в то время. Внутри можно увидеть кухню, жилые комнаты. По улочкам Вифсаиды, вслед за апостолами и Христом, можно пройти и сегодня. Сюда на раскопки съезжаются археологи со всего мира. А найден был этот город только в конце 60-х годов прошлого века, когда Израиль отвоевал голландские высоты. В 28-м году н.э. Симон-бар-Иона уже живет в другом прибрежном городке – Капернауми. Он женился и переехал в дом тещи. У него своя лодка, он рыбачит вместе с братом Андреем, дружит с рыбаками-соседями Иоанном и Иаковом Зеведеевыми. Однажды, вернувшись из неудачного рейса, за всю ночь ничего не поймали, Симон с братом чинят сети на берегу. К ним в лодку заходит Иисус из Назарета. Он велит отчалить и закинуть сети снова. И вот, от улова уже прорывается сеть и тонет лодка. Но Симон и Андрей не успевают даже порадоваться неожиданной прибыли. Ведь уже в следующую минуту они навсегда оставят свой промысел, услышав слова Христа. «Идите со мною, я сделаю вас ловцами человеков». У рыбаков была очень тяжелая жизнь. Насквозь пропахшие рыбы, они работали ночами напролет, не высыпались. Поэтому по первому призыву Христа бросили все и пошли за ним. С тех пор лодка Петра становится амвоном, с которого звучит слово Иисусова, а его скромный дом – жилищем Христовым. Когда Иисус зашел в дом, то увидел, что теща Петра лежит в горячке. Христос исцелил ее, так что она тут же стала суетиться по дому, принимать дорогих гостей. В 1968 году археологи нашли в Капернауме фундамент синагоги I века, той самой, где проповедовал Христос. В 30 метрах от нее были найдены остатки стен дома, который принадлежал рыбаку I века. Его и стали называть домом апостола Петра. Ученые установили, что уже в конце I века именно в этом здании первые христиане собирались для совместной молитвы. Вот эту католическую церковь построили прямо над домом Петра. Когда в Евангелии говорится, что Иисус был дома, имеется в виду здесь, в доме Петра. У входа постоянно толпились люди, и больные, и одержимые бесами. Поэтому, когда друзья принесли расслабленного, то не могли протолкнуться и разобрали крышу. После встречи с Христом жизнь рыбака из Капернаума попадает на страницы Евангелия. Мы видим Симона человеком энергичным и порывистым, непостоянным. Как ни странно, в общине последователей Христа именно он назначается первым среди равных. Иисус говорит ученикам, «Обо Мне ходит много слухов. Кто-то говорит, что Я пророк, кто-то, что Илья. А Вы что думаете? И Петр, святая простота, говорит, «Ты Христос, Сын Бога Живого». И тогда Иисус дает Ему новое имя. Вместо Симона называет Его Петром, что значит камень, и говорит, «На этом камне Я построю свою церковь». Однажды на Галилейском озере поднимается шторм, и ученики Христа не могут переправиться к нему на другой берег. И тогда Спаситель сам идет к ним по воде. Вот такой сильный шторм здесь бывает. И тогда в озере бывает точная опасность. Апостолы увидели Христа, идущего по воде. И Петр решил выйти ему навстречу. Но его вера была слаба, и он начал тонуть и закричал, «Спаси меня, Иисус!» И тот протянул руку и вытащил его. Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему, «Маловерный, зачем ты усомнился?» Удивительно, но сегодня мы можем своими глазами увидеть лодку, которая ходила по Галилейскому озеру во времена Христа. И кто знает, кого она перевозила? Ее нашли в 1986 году. Тогда Галилейское озеро сильно обмелело, и два рыбака из Кибуца-Геносар, прогуливаясь по берегу, обнаружили под слоем ила большую деревянную лодку. Исследования показали, она была сделана в первом веке, то есть именно на такой лодке рыбачили апостолы и проповедовал Христос. Мы знаем, что Иисус жил здесь и пользовался лодками. И его ученики тоже. Именно такими большими лодками, где до десяти человек могло поместиться. То, что это лодка времен Христа, это теперь уже научный факт. Это уникальная лодка, ведь ничего не может сохраниться в воде, особенно дерево. А лодка сохранилась, потому что оказалась под слоем ила, который не давал воздуху проникать к ней. Насыщение питью хлебами близ Вифсаиды весной 29-го года для Христа – начало пути на Голгофу. И если право вязать и решить дано и другим ученикам, то только Петру вручены ключи Царства Небесного. Петр всегда рядом с Христом. Он видит, как Иисус воскресил девочку и Лазаря, становится свидетелем его преображения на горе Фавор. После торжественного входа в Иерусалим Христос словно заговорщиков отправляет Петра и Иоанна приготовить дом для трапезы. На тайной вечере Петр горячо клянется идти за учителем и в тюрьму, и на смерть, а Христос в ответ с горечью предсказывает его отступление. Иисус сказал ему, «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоют петух, трижды отречешься от меня». Говорит ему Петр, «Хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Подобное говорили и все ученики. После тайной вечери, перейдя Дарину Кедрон, Христос и его ученики пришли сюда, в Дефсиманский сэр. И не случайно именно сюда. Иудеи из Галилеи приходили в Иерусалим на Пасху, и им было негде остановиться, поэтому они ночевали здесь, под маслинами. Христос отошел помолиться и взял с собой Иоанна, Иакова и Петра, чтобы они поддержали его. Но все трое заснули. Когда пришли арестовывать Христа, Петр попытался его защитить, выхватил меч и отрубил ухо слуги первосвященника. Иисус сказал, «Хватит, не нужно насилия». Вернул ухо на место, и слуга был исцелен. Христа уводят в дом первосвященника, и только некоторые ученики следуют за ним. Петр остается у ворот, во дворе, и здесь наступает минута, когда он в страхе отступает и отрекается от учителя. Было начало апреля, холодно, и Петр, чтобы согреться, подошел к костру. И вдруг какая-то женщина говорит, «Ты выглядишь, как Калилея». «Ты был с этим человеком?» «Нет, нет». Потом мужчина один подошел и сказал, «Да, ты был с этим человеком». «Нет». И когда в третий раз сказал «Нет», услышал «Кукариков». «Кукариков». Услышав крик петуха, Петр уходит во мглу, заливаясь слезами, чтобы появиться только в пасхальное утро. Две недели спустя Симон Петр с друзьями возвращается в Капернаум и рассказывает невероятное. Ему явился Христос. Он теперь снова с ними, со своими учениками, садится за стол, преломляет хлеб. И пусть Петр оказался слаб и малодушен, но он прощен, и ему снова вручаются ключи царства со словами «Паси агнцев моих». «Петр, ты любишь меня? Ты любишь меня? Ты любишь меня?» Спросил его Иисус и ни разу не напомнил, что он его предал. Это урок от Бога для всех нас. Если мы слабы и грешны, не значит, что надо валяться в грязи. Достаточно сказать «Господи, я человек, подними меня». В этом весь Петр. Через месяц после распятия Христа в Иерусалиме все спокойно. Понтий Пилат сразу же после Пасхи вернулся в Кесарию. Первосвященник Каяфа уверен, что с очередным мессианским движением покончено. Но один квартал в западной части Иерусалима живет особой жизнью, как большая семья, имеющая одно сердце и одну душу. Здесь поселился Петр, ученики и больше ста галилеян, первая христианская община. Эти люди пришли с Иисусом в Иерусалим. Они пережили катастрофу распятия. И они застряли в Иерусалиме. Это люди, у которых здесь нет ни дома, ни семьи. И кто-то их принимает здесь. Кто-то их принял на тайную вечерю, на последнюю трапезу, пасхальную трапезу. Кто-то их здесь принимает. Благородные люди, когда их кто-то принимает, они на весь день уходят. Куда идти в Иерусалиме? Они, естественно, идут в храм. Иисус хотел очистить храм. При всей христии храма они относились к храму как к центру святости. Только надо его поправить. И если мы представляем их как людей, которые ожидают, что Мессия вернется, они ожидали, что Мессия вернется в этот центр святости. И как вход Иисуса в храм и попытка сотрудничества со священством провалились при первом заходе, так в конце концов будет восстановлено подлинное служение в храме. Для них храм был центром. Мессия должен туда вернуться. В начале лета вся Иудея празднует Шевуот, Пятидесятницу. Апостолы в этот день сообща молятся в доме собраний и внезапно их словно пронзает небесный огонь. Осеняют языки пламени. Так происходит схождение Духа Святого, обещанное Христом. После этого простой рыбак Петр впервые произносит речь в столице Израиля. Он говорит о воскресении Христа и призывает всех к покаянию. И так твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли. Сила его слов так велика, что толпы людей тут же устремляются к Силамскому водохранилищу и принимают крещение. К вечеру неофитов будет уже три тысячи. Еще больше шуму в городе наделает молва о том, что апостол Петр исцеляет больных. Однажды Петр и Иоанн шли молиться, прошли по улицам, а потом поднялись туда, на вершину холма, к храму. И на пути у них лежал человек, который был парализован восемь лет. И Петр с Иоанном посмотрели на него и говорили, Иисус Христос спас тебя. Встань, возьми свою постель и иди. Власти с беспокойством осознают, что повторяется история Иисуса Назарянина. Нужно действовать без промедления. Первосвященник приказывает взять под стражу Петра и Иоанна. Они будут наказаны 39 ударами бича. К тому времени уже складываются общины во многих городах Иудеи. И апостолы регулярно посещают эти новые церкви. Около 40-го года Петр отправляется по Палестинскому побережью, обходя всех. В город Яффа ему приходится спешить по срочному призыву местной христианской общины. Ее единственная благодетельница Тавифа умерла. Здесь Петр совершает непостижимое. Воскрешает праведную Тавифу. Послали гонцов в Лиду туда. От Яффы до Лиды, ну, наверное, 20 километров так примерно. Люди бежали несколько часов туда. Приглашали Петра, тот скоро пошел сюда. Значит, наверное, в течение дня они обернулись. Он приходит, воскрешает Тавифу, который лежал уже в горнице, готовый к погребению. В Яффе паломники до сих пор приходят к тому месту, где стоял дом Кожевника, в котором останавливался апостол Петр. Теперь здесь маяк. Он отдыхал на крыше этого дома по восточному обычаю. Вот у него было видение, что некое полотно сходит, спускается с неба, и оно наполнено разных нечистых гадов. И был голос ему, что вот заколи и ешь. На что он возразил, что, Господи, я ничего нечистого не кушал в своей жизни. Он говорит, что Бог осветил, то все свято. Церковь готова была принять по благословению Божьему язычников. Именно после этого видения Петр отправляется в Кесарию, резиденцию прокуратора. Приморский город с множеством языческих статуй и имперских эмблем. Там Петр крестит командира привилегированной итальйской когорты Центуриона Корнилия вместе со всей семьей и гостит у него несколько дней, забыв обо всех условностях, запрещающих иудею разделять кров и трапезу с язычниками. Когда он вернулся в Иерусалим, братья стали нападать на него. Как ты мог остановиться в доме у язычника и есть с ним? Иудею не разрешалось заходить в дом язычника. Подозревали, что они хоронят неродившихся детей под полом и в стенах. Иерусалимляне тогда были уверены, что войти в новую церковь, церковь Христа, можно только став сначала иудеем во всех отношениях. Само понятие крещенный язычник было для них нелепостью. Внук Ирода Великого, Ирода Гриппа, в 42-м году начинает преследование первых христиан. Иаков Зеведеев казнен. Петр снова заключен в темницу. Ночью, накануне суда, непостижимым образом ему удается избавиться от железных цепей и выйти из тюрьмы. Из Иерусалима Петр отправляется с проповедью Евангелия по берегам Средиземного моря. Он обходит всю Палестину, Малую Азию и Сирию с благой вестью. Располагает епископов новых церквей. Потом, согласно некоторым преданиям, проповедует в Египте, Греции и Испании. И, наконец, он приходит в столицу всего цивилизованного мира – в Рим. Акпиева дорога была построена за 250 лет до Христа и сохранилась до сих пор. Именно этой дорогой вошел в Рим апостол Петр. Рим тогда был центром мира, и проповедовать в Риме означало распространять христианство по всему миру. Римляне хотели, чтобы все народы, покоренные ими, мирно сосуществовали. Люди разных народов приносили в Рим своих идолов и чувствовали себя здесь как дома. И все религии мира были представлены здесь. Но была проблема с христианами и иудеями, потому что они молились только единому Богу, невидимому. Идолов они не признавали совсем, и потому римляне обвиняли их в атеизме. В 64-м году император Нерон начал первое гонение на христиан. Он обвинил их в поджоге города. Шесть дней горел Рим, и за шесть дней в Риме сгорело или пострадало 10 из 14 городских районов. То есть большая часть Рима была уничтожена. А значит, большая часть населения Рима буквально за неделю осталась без всего. Без жилья, без имущества, без средств к существованию. И понятно, что люди, доведенные до грани отчаяния такой бедой, стали задавать вопросы сами себе и друг другу. А кто в нашей беде виноват? Чтобы отвлечь от себя подозрения толпы, Нерон обвинил в поджоге христиан. И таким образом в 64-м году он инициировал страшные гонения на христиан. Гонения, которые будут продолжаться фактически 300 лет. Но в то время христианская община с каждым днем становилась все меньше и меньше. Правда, здесь тогда находился ее основатель, апостол Петр. На его глазах была предана мученической смерти по римской традиции его супруга. Петр видел своими глазами мученичество своей дочери. И тогда христиане попросили Петра покинуть Рим. Им очень хотелось, чтобы свидетель проповеди Христа остался в живых. По преданию, Петр выходил из города, и здесь, на Апиевой дороге, он встретил Христа и спросил, «Куда ты идешь? Квовадис! В Рим, чтобы снова быть распятым?» И Петр понял, что ему не нужно бежать от казни. Он вернулся, и сам был распят. Перед казнью апостол содержится в древней мамертинской темнице или мамертинской тюрьме, которую вы видите у меня за спиной. Это самая древняя тюрьма этого города. Она была построена, это доказано археологами, в VII веке до н.э. Одним из римских царей, Анком Марцием. В римском праве не было предусмотрено тюремное наказание, поэтому в тюрьме содержались только узники, приговоренные к смертной казни, либо ожидавшие суда. Земная жизнь апостола Петра закончилась распятием на перевернутом кресте вниз головой. Он считал, что недостоин умереть смертью своего Господа. Петра не римский гражданин, поэтому его казнили как слугу. Традиция говорит, что его распяли в цирке Нерона. Сейчас это в Ватикане. Петра похоронили на кладбище вблизи цирка Нерона. Через десяток лет участок с могилой апостола выкупила община верующих и построила вокруг нее стену. Это место стало священным для всех последующих поколений христиан. Считается, что именно на нем в 16 веке и был возведен собор Святого Петра, самый большой христианский храм в мире. Только в 1939 году археологи попали в святая святых – гробницы апостола в основании собора. Раскопки вообще-то начинали всего лишь для того, чтобы установить саркофаг Папы Пии XI. И случайно во время этих работ наткнулись на остатки какого-то древнего мавзолея. С этого момента раскопки велись в глубочайшей тайне в течение 10 лет. Ведь это были руины той самой стены, которую возвели христиане вокруг могилы апостола Петра еще во II веке. В самой глубокой нише нашли человеческие останки. Знаки почитания этой могилы с самых первых веков позволили предположить, что это, скорее всего, и есть мощи апостола Петра. Археологи установили, что в этой гробнице Костя мужчины, который жил в первом веке нашей эры и умер примерно в возрасте 70 лет. Все сходится. По останкам антропологи смогли определить, что Петр был коренастым, мускулистым мужчиной, ростом примерно 1 метр 62 сантиметра. В 1968 году Папа Павел VI объявил, что согласно исследованиям ученых, найдена могила апостола Петра, первого епископа Римской Церкви. Он стал, по сути, первым главой и руководителем христианской общины города Рима. А здесь этих руководителей и этих глав уже с древности было принято называть очень ласково, фактически по-семейному папами. И если это так, то апостол Петр может по праву считаться первым римским папой в истории. И все последующие папы, включая ныне здравствующего, а их в истории было 266, считают себя преемниками апостола Петра. Папы носят на своей руке перстень, который называется перстнем рыбака. Понятно, о каком рыбаке идет речь. Рыбаком, нищим, пришедшим в Рим с проповедью Евангелия, был, конечно, апостол Петр. Понятно, что Петр не носил никаких перстней, но папы носят этот перстень как знак преемственности их власти. Именно Петр, простой рыбак из галилейской деревни, стал первым главой церкви Христовой на земле. То, что благую весть нес такой бесправный человек из низшего сословия, убеждало первых христиан. Сила, которая действовала в нем, не человеческая, а божественная. Именно поэтому новая религия имела удивительный успех и так быстро распространялась. Петр был, как я, слабый человек. Бог всегда использует слабых, чтобы показать свою силу. Так Петр стал тем камнем, на котором строилась и до сих пор стоит христианская церковь. Сегодня она насчитывает около двух миллиардов верующих, почти треть населения нашей планеты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok